Всем самого вкусного компотика с вами как всегда Енот и у нас Epic Simulator Battle Simulator В общем вы поняли, кстати те кто хотят попасть в идеи это ваш шанс Сейчас у нас дефицит идей именно по этой самой игре Так что дерзайте, пишите в комментарии, ях, свои идеи А у нас первая идея необычная, ну вы сами уже заметили что мы в разрушенном городе А здесь у нас какие-то чуваки со щитами и мечами, да? Да, ну так захотел подписчик, ну а карту выбрал я, чтобы поддержать это всеобщее безумие Итак, у нас здесь ополченцы со щитами и мечами, достаточно большое количество Потом бойцы с этими, с автоматами, да я так понимаю По этой, по этой стороне, потом здесь рыцари в полном обмундировании и доспехах А противостоять они будут спартанцам Видимо с прошлого занесло всех сюда и как-то они объединились еще и со стрелками Но не важно, 300 спартанцев, здесь 150 спартанцев и здесь 150 спартанцев Возглавляемые, конечно же, нашим, нашим Златовлаской Куда же без него? И мы посмотрим, кто сможет выиграть это сражение Победят ли те, у кого есть огневая мощь Или же проиграет, потому что по пехотным войскам все не так хорошо у наших ребят Итак, погнали, начинаем это сражение Ох, сразу пошла стрельба, но стрельба, как-то знаете, над головами идет Ты посмотри, над головами, они ведь не попадают А вы ведь не попадаете, куда вы стреляете? Началось рубило, спартанцы жесткие войны Спартанцы довольно быстро раскидают сейчас всех и доберутся до стрелков Ооо, я даже не знаю, что сейчас будет Ведь стрелки, вы посмотрите, они действительно, они как-то, они вроде бы стреляют Но куда-то, куда-то явно не туда, куда нужен Куда-то явно только их поджимают Господи, до них сейчас доберут Да на вас сейчас доберут Ооо, боже мой Это фейл Это просто эпик фейл Это очень быстрое, очень быстрое сражение, которое было на ура выиграно спартанцами Ё-моё Давайте попробуем все же сделать некое подобие тактики, да И посмотреть, что изменится Я немножко увеличил количество солдат именно стрелковых До 100 человек, 40 человек, то есть до 60 человек Поставил их одних с левой стороны, других с правой стороны Чтобы как раз спартанцы были зажаты выстрелами Хотя я не уверен, конечно, что это поможет И здесь также этих выстрел немножко вперед И поставил одну группу здесь, чтобы они могли стрелять спартанцев Другую группу здесь Короче, они абсолютно не защищены силами пехоты Но зато имеют прямой контакт с противником Давайте посмотрим, изменится ли ситуация Конечно же, плюс 60 у нас солдат дополнительных Идет Они все равно стреляют как-то поверх голов Но, смотрите, но уже лучше Уже лучше Здесь хотя бы идет у нас сражение Уже с флангов на этих спартанцев поливают огнем На той стороне у нас тоже происходит такая же самая ситуация Но, к сожалению, спартанцы это просто яростные войны Которые без проблем расправляются со всей малочисленной, я бы сказал, пехотой И вот-вот они перейдут к нашим стрелкам И нашим стрелкам им абсолютно нечего противопоставить Вы посмотрите Спартанцы не успели добежать, но их было мало Их было явно мало Поэтому наши ребята продвигаются вперед Сейчас так тактически идут Отлично А со второй команде здесь небольшие проблемы Но они вроде бы как с ними порешали Ай-яй-яй-яй-яй Посмотри, что происходит Сейчас начинают раскидывать, раскидывать, раскидывать потихонечку стрелковые отряды Добираться до них Первый отряд стрелковый пал полностью Ко второму сейчас идет основные силы спартанцев Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Все, они подошли Если спартанцы подошли, то это, можно сказать, проигрыш Это, можно сказать, здесь уже конец А вот эта группа еще, группа Альфа держится Между заборчиком и остановкой Остановка, с которой едут все на пирожки к бабушке Защитила наших ребят Но зачем-то они выходят из укрытия Что же вы делаете? Что же вы делаете? Ну ничего, спартанцы дозированно поступают из-за контейнеров И может быть, у наших ребят есть хоть какой-то шанс Я не знаю Но, по-моему, но, по-моему, но, по-моему, нет Они подпускают спартанцев слишком близко Слишком близко, ребята, отходите Ребята, отходите куда-нибудь Ну же Подождите Да, я, да, я хочу Я хочу поуправлять А, нет, я умер А-а-а-а Но все равно Все равно тактика-то, смотрите-ка Сделала свое Ну, конечно, увеличение количества огнестрельных этих Тоже взяла свое Но вы поглядите Мы практически Практически Мы смогли, в общем, неплохой дать отпор Этим яростным спартанцам Спартанцы все-таки суровые войны Очень классные войны Ничего здесь не скажешь Но побоище было куда более эпичным А-а-а Следующая битва Люди решили отомстить орков за захват артефакта Те, кто смотрел прошлой серии, знают, о чем я говорю Те, кто не смотрел, посмотрите и узнаете Итак, они отправили три, три, три отряда Для того, чтобы отхватить назад этот замок И, возможно, забрать артефакт, если он все еще здесь А наш Златовласка ведет самый сильный отряд рыцарей Который должен напасть, ну, самое сердце, так скажем Ударить всей этой крепости Здесь стоит на охране всего лишь 30 орков Но сверху ее поддерживают циклопы, камнеметатели Также есть еще один отряд камнеметателей Здесь циклопов и орков здесь Орки все, как ни крути умные, знают, куда вставать Здесь идет еще один отряд захватчиков, да Тоже с рыцарем золотым Копьеносцем, вот они, да Но эти, ребята, не такие сильные Так что здесь только на золотого рыцаря вся надежда И также есть еще один третий отряд, да Вот он тоже с золотым рыцарем и копьеносцами То есть, ну, как вы понимаете, ничего такого сверхособенного Все, что я сделал в этой идее Это немножечко увеличил количество войск Потому что было чуть-чуть поэпичнее, нежели в идее Итак, вот они, три отряда И вроде бы как наши ребята должны победить Но они не знали, что в лесочке прогуливались три командира Как раз-таки этих орков Ну, грибочки собирали, видимо, хотели покушать Всем кушать надо, даже боссам И вот они возвращаются потихоньку в свой замок И найдут здесь противника И чем, как помахать кулаками, в общем Ну что, поехали, посмотрим, получится ли у наших ребят все отвоевать Следим в первую очередь за этими двумя отрядами Потому что они находятся ближе всего к... Ай-яй-яй, по желтому рыцарю По Златовласке Мутузе, Златовласка уже все Вступил в бой, молодец Молодец, все пошло, поехало Циклопы, конечно, здесь много Ой-ой-ой-ой, вы посмотрите, что тут творят циклопы-то на этой стороне Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй, как больно нашим ребятам Но здесь зато все проходит намного лучше Орков становится все меньше и меньше Что у нас на правом фланге? На правом фланге ситуация примерно такая же, как и на левом Потому что здесь циклопы тоже хорошо отрабатывают свой корм И неплохо стреляют во всех попавшихся им подругу или под камень Вон сколько уже пехотинцев полегло Ай-яй-яй, прям в воду упал, больно И здесь начинают подходить еще и орки-боссы Что еще больше замедлит продвижение Возможно и станет последней точкой во всем этом отчете Тем временем рыцари прорыв... да ё-моё, листва Рыцари начинают прорываться наверх для того, чтобы напасть на этих циклопов И подать им хорошенечко по их задницам За то, что они так много в них бросали камней Но сейчас циклопы со всей дури бросают во всех, кто к ним пытается подбежать Тем временем боссы завалили, к сожалению, весь правый отряд И идут валить всех остальных Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Опа! Опа! Опа, что происходит? Ну нормально, смотри, один босс-то орков уже умер Осталось еще двое Но-о-о-о-но-о-но-но Опа, второй тоже умер Ну надо же Циклопы сопротивляются и сопротивляются, надо сказать, успешно Третий босс орков пал Кто у нас остался из людей? Из людей у нас остались копьеносы Выжили каким-то образом чудесным на левом фланге Я не знаю как Но они это сделали Но тем временем Тем не менее точнее Я думаю, что наши ребята не справятся Смотрите, золотой рыцарь Пал Пал, убивая циклопа И на него ещё и поверх упал циклопик Да, к сожалению, циклопы тащат Особенно вон те, которые здесь стоят До них даже не успевают добраться никакие Ребята, здесь тоже Кто бы мог подумать Кто бы мог подумать, что циклопы в итоге станут причиной поражения Ну и, к сожалению, у нас тут остались всего лишь Всего лишь копьеносцы, у которых очень мало здоровья Они даже не успеют Они не смогут со всей своей самоотверженностью Они, к сожалению, не смогут дойти до циклопов Так что мы можем смотреть лишь на их разгромное поражение Да Ну, люди старались Люди старались, но тактика в данном случае Победила явно Кто ещё остался? Последний герой Последний герой бежит, раз все мои ребята пали Да-да-да, раз все мои ребята пали Я тоже должен Ай-яй-яй-яй-яй Как-то было неожиданно, я аж испугался Что ж, орки вновь победили Но люди успели нанести им большие уроны Большой урон Как ни крути, три командира орков пали Что не может не отразиться на общем исходе Возможно, военных действий Вот это была битва И заключительная на сегодня битва-эксперимент Проверить, кто же сильнее Перцы со щитами и мечами Или же ополченцы Тоже за щитами и мечами Ну, понятное дело, что неизвестно У них примерно одинаковые характеристики в редакторе И поэтому неизвестно, кто действительно может победить Я специально поставил их очень длинным строем Для того, чтобы все выглядело как мощно эпичнее И сейчас мы начнем эту эпохальную битву Вперед! Итак, два бойска двинулись Побежали, ребятки! Ооо, в атаку! Все, пошло-поехало Все, сомкнулись ряды! Мы можем пролетать здесь с кинематографичной камеры Как на поле боя И здесь все дерутся Все, ух, ё-моё Да, ну такое ощущение, что перцев как будто немножко больше Но их здесь на той и на той стороне тысяча человек Подписчик предлагал по сто человек Но мне показалось, что это слишком маленькая битва будет Поэтому я решил увеличить это в десять раз И сейчас мы наблюдаем вот такую вот змейку Я такой, ох, вот это рубятся Вот это рубилово Но такое ощущение, посмотрите Да, перцы-то, смотри, прожимают Перцы прожимают даже очень Здесь уже не осталось Истащились футмены Истащились ополченцы Ты посмотри, они просто вырезают их Они просто вырезают ополченцы Ты погляди Никаких шансов им не оставляют абсолютно Я не знаю, сколько Сейчас мы посмотрим, сколько останется перцев Но перцы явно доминируют И доминируют просто жёстко Не то чтобы чуть-чуть А прямо вообще по жёсткому Ой, по жёсткому Куда улетел? По жёсткому доминируют Всё, остались последние ребята Вот здесь вот последний оплот Который тоже ничего не смог противопоставить Вообще Давайте посмотрим, сколько осталось Итак, ух, осталось ещё 388 перцев Ё-моё, 388 Не, не то чтобы это много, но всё же Это, это, это намного Это 388 человек больше, нежели у нас ополченцев Так что, так что вот Перцы рулят, как мы теперь знаем Вот это да Это был неожиданный исход Я думал, они будут драться чуть ли не до последнего война Но не тут-то было Ну а на этом всё, мои дорогие Спасибо вам за просмотр Конечно же, пишите свои прекрасные комментарии Предлагайте идеи Потому что сейчас у вас есть реальный шанс Попасть в видео По Epic Ultimate Battle Simulator Самого вам, как всегда, вкусного компотика Конечно же, до новых встреч И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok